Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Александр Уманчук. И сегодня я бы хотел сделать топ-5 песен, сложнейших для вокалистов, для вокального исполнения. Годный контент подъехал. Сразу же оговорюсь, что сложных песен неимоверное количество. Просто очень много. Сегодня я выбрал 5 песен, которые, по моему мнению, очень сложные для даже очень хороших вокалистов, обладающих хорошими скиллами и навыками. Но если вам понравится подобный формат и такие ролики, и если этот ролик наберет больше тысячи лайков, то я выпущу еще топ-5 сложных песен. Опять же, хочу оговориться, что никаких мест не будет. Это такой списочек из пяти песен, которые не каждый вокалист может сдюжить. Но перед тем, как начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте свой лоис, подпишитесь на группу ВКонтакте и будьте няшками-скромняшками. Готовы? Погнали! Наконец-то! И первая песня — русская песня. И это несравненная песня группы Альянс «На заре». Чтобы спеть данную песню в оригинале, нужно быть очень крутым вокалистом. Вся загвоздка заключается в том, что вокалисту придется петь в двух разных регистрах. Сначала он начинает на октаву ниже. Лунный свет и майский дождь. Потом поднимается на октаву вверх. Долгий век моей звезды. И по сути ему необходимо спеть двумя разными голосами — баритончиком плотным и тенором. На самом деле в интернете ходят споры по поводу того, а какой вообще голос у самого солиста группы Альянс. Многие думают, что он баритон, у которого очень хороший диапазон. Но сам вокалист группы Альянс не раз говорил, что у него тенор. И от природы у него был тенор. Просто с возрастом у него голос понизился. И сейчас он в оригинальной тональности эту песню спеть, к сожалению, не может. Вы исполняете в той же самой тональности или ниже сделали? Сейчас ми минория. А до этого вот соль минория вы исполняли. Потому что сейчас уже не дотягиваешь, да? Ну пробовал, да? Не идет. Но тем не менее в далекие 80-е он потрясающе исполнял эти верхние мощные металличные ноты. При этом очень плотно звуча внизу, достигая местами предельных нижних нот для баритона. Поэтому эта песня по праву в этом топе. Ну куда же в топе сложнейших песен без группы Queen? Логично. Не правда ли? И вы, наверное, подумали бы, что я скажу про песню Show Must Go On. Но нет. Сегодня я бы хотел рассказать про песню Another One Bites The Dust. Да, это забавная фанковая ритмичная песня группы Queen, которую многие могли пройти стороной. Но в вокальном смысле повторить ее так, как она спета в студийной записи, практически нереально. Ну то есть это может сделать только очень крутой виртуозный вокалист. Даже Лучано Поворотти писал, что он не в состоянии со второго куплета на припеве этой песни не переходить на фальцет. А это уже о многом говорит. Дело в том, что даже сам Фредди Меркьюри практически ни разу на концертах живых выступлениях не повторил то, как он спел в записи. Но в чем же сложность этой песни, спросите вы? И я скажу. Там примерно точно такая же структура, что и в первом примере. За первым куплетом Фредди поет в такой стандартной, достаточно средней тесситуре, которую спокойно и легко может выдержать любой баритончик. Но за вторым куплетом он переходит на октаву вверх и достигает предельных верхних нот ре, ми второй октавы. И делает он это на таком плотном миксе с хорошим расщеплением. Так что не каждый рок-вокалист сможет это повторить. Но ни одним диапазоном сложна эта песня. Также в этой песне существует множество различных мелизмов, опеваний, которые тоже очень непросто повторить, если вы не работаете в жанре R&B или в жанре соула, например. Поэтому эта песня определенно станет для вас испытанием. Третьей в этом топе будет песня замечательного певца и музыканта Джеффа Бакли. Из его заглавного альбома Grace под названием Grace. It's my time coming, I'm not afraid. Так вот, что же с этой песней не так? Дело в том, что Джефф очень любил разные фиоритуры, мелизмы, очень странные нестандартные хроматизмы. Также он баловался постоянными переходами с грудного на головное звучание. Он делал это различными образами. У него были и хорошие плавные переходики. У него были и брейки. Очень много, особенно в этой песне. Также здесь можно услышать драйвовое, рокерское звучание. Ну а выход в конце песни на предельные микстовые ноты это просто что-то крышесносное. И повторить это очень сложно. Мало того, что вы должны обладать примерно подобным типом голоса, так ваш вокальный скилл должен быть развит еще на все 100. Поэтому эта песня заслуживает отдельное место в этом прекрасном топе. Четвертая песня достаточно известная, но при этом не менее интересная. Это ария плаволагуны из фильма «Пятый элемент». И вы скажете, Саня, но ведь эта песня была записана с использованием цифровых технологий. Все подтюнено там и так далее. Да, но находятся такие певцы, которые в состоянии повторить все фиоритуры этой песни. Между прочим, даже среди мужчин. Например, Глеб Матвичуг исполнял эту песню, и у него это получалось очень даже неплохо. Что можно рассказать об этой песне? Конечно же, сложность этой песни в первую очередь заключается в смешении жанров. Тут нужно петь плотно и академично, при этом в конце песни, переходя на такую хорошую эстрадную мелизматику, нужно показать весь свой огромный диапазон, начиная от нижних, заканчивая предельными верхними нотами. Ну а опевание в конце песни — это вообще что-то невероятное. Поэтому пять лет в консерватории и еще 15 лет в оперном театре, и вы, возможно, сможете исполнить эту песню. Хотя находятся разные уникумы, которые в состоянии повторить подобные даже в раннем возрасте. Что ж, вот мы и добрались до пятой песни, и это прекрасная песня группы Journey — Don't Stop Believing. В отличие от всех других песен, она немножечко попроще. То есть хороший рок-тенор в состоянии ее сдюжить, но от этого она не становится менее простой. В свое время первый вокалист группы Journey, Стив Перри, исполнял ее виртуозно на живых выступлениях. Но потом, когда он ушел из группы, ребятам пришлось искать вокалиста. И они очень долгое время искали человека, пока они не нашли молодого певца из Филиппин — Арнелла Пинеду, который смог виртуозно повторить все партии своего предшественника. И после кастинга состав группы не раз говорил о том, что найти такого крутого рок-тенора — это очень тяжело. Что человек, исполняющий подобный репертуар, должен обладать невероятными навыками. Песня Don't Stop Believing — самая популярная и самая известная у группы Journey, и она, несомненно, обладает огромной вокальной эквилибристикой. А повторить предельные верхние ноты в припеве сможет не каждый вокалист. Поэтому она заслуженно занимает место в этом топе. Что ж, друзья, вот такой вот был небольшой топ. Надеюсь, что вам понравилось. А если понравилось, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте свой лайк, рассказывайте об этом канале своим друзьям. Да, кстати, если вам интересна тема вокала и вы хотели бы позаниматься, то вы всегда можете написать мне в личку. Все ссылки есть в описании. Что ж, друзья, на этом все. С вами был, как всегда, Александр Руманчук. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok